Приветствую вас и ответить на ваш первый вопрос можно так. Женщины, являясь практичными существами, не приемляют, когда их интересы нарушаются. У женщин в силу своей именно практичности, по большому счету, отсутствует такое понятие, как действие себе во вред. То есть да, женщина может действовать себе во вред, когда это касается семьи, любимого мужчины, да, это безусловно. Но, когда дело касается друзей, женщина это делать будет очень-очень-очень редко. И только если будет четко знать, что что-то из-за этого будет. То есть дружба, недаром говорят, что женской дружбы нет. Потому что дружба это всегда преданность, это всегда готовность себе во вред что-то сделать ради друга, женщин такому себе не позволит. И именно поэтому соперничество возникает тогда, когда какая-то из женщин чувствует, что ее интересы так или иначе затронулись другой женщины. Даже если они с этой женщиной общаются хорошо, даже если их многое связывает. Но вот если интересы додеты, то все, начинается соперничество. Женщина не хочет, чтобы ее интересы задевались. И либо она отстраняется от такой женщины, начинает как-то от нее отдаляться. Либо пытается решить из нее ущерб своим интересам, купировать посяганием на интересы другого человека. Вот, собственно, именно поэтому женщины и становятся соперничеством. Далее, следующий ваш вопрос. Возначает ли это, что у них не хватает себе шерсти определенных? А вы знаете, нет. Это не отношает к этому. Это означает, что женщина видит в другом человеке отражение себя самой. Люди вообще при общении друг с другом видят в людях других отражение самих себя. И если им это отражение не нравится, если они видят, что другой человек обладает теми же качествами, что и они, то град-таки начинается соперничество, соревнование. Показать, что я лучше. Я там где-то больше преуспею, чем ты. Если черт нет вообще, то, если вот вы говорите, что не хватает каких-то черт, то тогда можно говорить о зависти. Но зависть – это не соревнование. Это не соревнование. Зависть – это чувство не только другое. Оно имеет другую природу. Следующий вопрос. Означает ли это, что, приняв друг друга, они принимают для себя те качества, которые им видят к ненавистам друг другу и становятся обладательницами этих качеств сами? Вы знаете, вопрос достаточно слочный по своему составу. Я бы сказал, что, ну, во-первых, приняв эти качества, вообще вот приняв те качества, которые есть в другом человеке, люди мирятся с ними. Потому что эти качества как-то очень положительно, полезно сказываются на том, кто принял это качество. Человек либо обладает настолько внутренней гармонией в себе, что готов принять качества, которые есть в нем самому другого человека, не боясь, что это качество будет худшее, либо в надежде на то, что он в надежде или уверенности в том, что это качество у него разведло лучше. Становятся ли они обладателями этих качеств сами? Нет, не становятся. Понимаете, многие качества в людях, которые полезны носителю качеству, вредят, например, находящимся рядом. Поэтому ведь каждое качество, каждое сердце характера, каждым человеком используется по-разному, по-своему. Если кто-то, например, наглость, допустим, использует зло благо на пользу, кто-то использует эту черту везде, во всем. И когда такие люди, которые оба могут быть напористыми и упертыми, встречаются, то, конечно, человек, который в большей степени использует это качество, он может навредить тому, кто использует его меньше. При этом, да, человек, может быть, хотел бы быть таким, как другой, то есть так же активно применять это качество, но кто-то ему не позволяет. Завидует ли он в этом случае человеку? А означает ли это, что ему не хватает этого качества? Ну, вряд ли. Скорее всего, я как рад, что он ведет себя не так, потому что это лавы. То есть, ну, не понимать, что если люди сближаются, если они принимают друг друга, то качество друг друга влияет на них очень-очень-очень по-равному. Если, например, человек добрый, добрый, оба добрых люди, да, и готовы прийти каждому и каждому на помощь, то один, скажем, вот, ну, вы говорите про женщину, первая женщина приходит на помощь, скажем, всем людям, таким образом уделяет другой женщине, второй женщине меньше внимания, а вторая, естественно, приходит на помощь только близким, ну, и знакомым близким, друзьям, и она больше времени уделяет первой женщине. Можно ли говорить о том, что такая же женщина, имея, что вторая женщина, имея то же качество, что и первая, завидует первой женщине, потому что та, это качество применяет более активно? Вряд ли. Скорее всего, она считает, что эта женщина первая, женщина действует себе во вред. Это нужно понимать. Дальше. Почему женщины чувствуют друг в друге потенциальных соперниц, даже если указывает свой мужчина, и почему никак с кем женщинам такое чувство? Значит, почему женщины чувствуют друг в друге потенциальных соперниц, ну, потому что такие вот женщины, знаете, соперницы, да, они не доверяют своим мужчинам. Здесь все просто. Они не доверяют своим мужчинам, и не доверяют друг другу. Они думают, что указывай свой мужчина. Хорошо. Но если, например, у первой женщины есть мужчина, у второй женщины тоже есть мужчина, но у первой женщины, кроме мужчины, есть еще любовник, то вторая женщина думает, если она считает ее соперницей, она думает сразу. Ага. У нее есть любовник, значит, либо она этого любовника бросит, и а вдруг она станет любовником моего мужчины, например. Она не доверяет ни женщине, ни второй женщине, ни сумма мужчины. Надеюсь, я это понял. Дальше. Не могут обращаться, что женщины чужих мужчин соблазнят и сделают свои своими. Это тоже момент. То есть две женщины со своими мужчинами встречаются, они своих мужчин держат при себе. они тщательно следят, чтобы другая женщина не покушалась на живого мужчину. Это значит, что это сделать можно. Ну, может, женщина это сделать. И в первую очередь, такие люди думают, так, потому, наверное, сами на это способны. То есть, если человек чувствует другого соперника, значит, он сам готов к соперничеству. Если человек чувствует соперника, значит, он недостаточно в себе уверен. при применении на кишечнике женщины это можно весьма условно говорить. И понимают, что один из них может ради спортивного интереса что-то такое устроить. Наличие мужчин никак не влияет на восприятие в качестве соперника женщин. Наоборот, женщины могут начать как раз-таки имея своих мужчин, начать рисковать и флисовать с мужчинами другой женщины. Просто ради спортивного интереса. Просто на сбор, просто на слабое и так далее. Это тоже нужно понимать. Дальше, почему такое чувство не ко всем? На этот вопрос обидеть можно так, что я уже говорил, а именно, только если вот есть качество других женщин, которые есть у самой женщины, тогда она видит в этой женщине соперничество. Если такого качества нет, то почему как бы в чем соперничество. Например, одна женщина обладает там, допустим, напористостью, да, и она благодаря своей напористости всего добивается, грубо говоря. Обзагающаяся женщина мягкая и стромная, и она серая мышка на фоне этой женщины, первой. И первая женщина, конечно, не воспринимает ее как соперничество, до тех пор, пока та каким-то образом не добьется того, чего добилась эта женщина. Тогда эта женщина поймет, что со стороны у нее есть что-то общее, и начнет соперничество с ней. Либо начнет завидовать. Как мы уже говорили, зависть это несколько другое. Вот примерно так можно ответить на ваши вопросы. Надеюсь, что помог вам. Если дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.